Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и да, в прошлом видео, когда мы создавали смелоцефалозавра, да, кстати, да, смелоцефалодон, как я так все по-прежнему считаю, что смелоцефалодон было бы лучше, чем смелоцефалозавр, в общем-то, но сегодня не об этом, да, там в комментариях писали, давай прокачивай следующего, птерокецель, ну, такое странное название, да, типа, птерозавр, птерокецель, это и есть птерозавры, птерокецель, как бы, немножко странно звучит, это как бы машина-автомобиль, вот, что-то вроде такого, вот так вот, да, ну, птерокецель и, ну, птеронодон плюс кецекуатль, отлично, так, вот, что-то у меня, блин, их мало, так, надо их как-то будут отлавливать, а, не, не, там писали кецериона, точно, вспомнил, кецериона создавать, ну, чтобы создать кецериона, нужно, птерокецеля создать, ну, ладно, блин, мне надо кецелей ловить, надо, а по ней по каким-то дням ходят, нет? Че он так взбесился? Так, угомониться не может. Так, вот такой вот у нас парень, ну, жизни у него довольно много, он его станкует, на 16 уровне 2 500, это много, 600 урона, 100 скорость. Так, ну, нам нужно его качать, давайте сразу мы попытаемся сделать его еще мощнее, но не хватит, да, на сколько мне еще, на 5 раз, ну, не, нам так не фартанет, скорее всего. 4, 3, 2, 1 взрыв, 3, а, вот как раз хватило, смотрите, как нам фартануло, ну-ка, даже по 10, если будет, то нам хватит. Кецелей нужно ловить, да, кецелей, кецелей, кецелей. 15 тысяч всего лишь на 17 лево, давайте его качнем. Блин, такой у него длинный хавальник вообще, кого-то он мне напоминает, блин, ну, просто невероятно большая у него голова получилось. Давайте сейчас глянем на кецеля, кстати, кецеля мне бы в заповедник разместить не мешало, раз такие дела, точно нет. Давайте пойдем попросим, попросим кецеля. Запрос. Кецель, кецель, кецель. Может, ребята насыпят. Так, это гадзи гаптель, кстати, тоже они мне нужны. Вот кецель. Запрос. Так. Этих ребят мне насыпали пока лишь соточку. Ну, ладно, так, а что мы, может, давайте Зухамима, вот кто-то просит Зухамима. Вот чем классно, да. Можно лишние гены обменять на монеты, по крайней мере, это круто. Это очень хорошо. Так, все. О, рапторов, ох, как я долго ждал. Мне в этих рапторов, блин, жаль, жаль, что так мало просят. Я бы всем насыпал рапторов. 69 тысяч, куда их девать? Так, ну, Димитричей раздавать не буду. Так, заповедники. Кикловуд. А что тут Кикловуд захватил весь мир, что ли? Три прямо у него заповедника. Ну, это те заповедники, которые здесь меняются. То есть, каждый день или сколько-то в альянсе у вас меняются заповедники, чтобы люди могли заходить как бы там и помогать друг другу. Так, ну, а мы, а мы, а мы что сделаем? Не, ну, давайте сначала зайдем к себе. Давайте наш заповедник найдем сейчас. Там не просили, как можно забрать существо из заповедника. Давайте вот зайдем. А, там написано через 15 минут оно. Никак, по-моему, там надо 2 дня минимум ждать. Каждых 2 дня они, короче, да, через 14 минут они и так и сами освободятся. Так, ну, этих у меня, ребяток, 5 тысяч. Так, а тебя сколько? А, вот этих у меня нет. Ну, блин, ну так, это так мало. Так мало генов дают этих барионикса. Хотя барионикса у меня уже довольно много, мне насыпали. Но он, по крайней мере, прикольный козочек. Ам-нам-нам. На, покрышечку тебе. Блин, рано нажал. На, покрышечку. Ух, на орбиту запустил. Запустил. Запустил просто на орбиту. Давайте понабудимся в нем. Целых 5 генов нам дали. Тут делали 9. Так, давайте посмотрим, кто мне был еще по-свету. Давайте с крокодильчиком. Поиграем с крокодильчиком. Пинь-пиньята, да, по-моему, называется. Вот эта фигня, по которой нужно отдубатить. Так, ну, говял бы, не нападал бы на козу. Иначе он бы сломал, ну, корову, он бы сам сломал себе челюху. Ну, тот же гриппозухский. Он, это рыбоядные крокодилы. Они на коров там всяких, слонов, мамонтов, динозавров не нападали бы. Вот так вот. В общем-то, ну, в принципе, во время этого видео, короче, мы уже поменяем, я думаю, наших существ. Так, 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 а че же я это, куда я пошел? Мне же нужно поставить еще существ. Существ поставить. Давайте как-то птеричами повоюем. Типа того, не знаю. Так, где там наш? Он 16-го левела. Вот он, наш красавчик. Так, у нас противники сразу будут уже 18-го уровня, по-моему. То есть, довольно жесткие ребята. Где-то там птеранодон, собственно говоря. Вот птеранодончика возьмем. И кого-кого я в прошлой серии создавал? Так, смиладон. Где-то там он тоже 16-го. Смилоцефал, да? Вот где-то здесь должен быть. Его тоже возьмем. И пойдем, пойдем сражаться. Так, вот-вот здесь мы будем сражаться. У нас целых раз, два, три, четыре, пять бит. То есть, мы сможем нормально так существ поперебирать. Давайте начнем с самых слабых. Вот так вот. Блин, даже удары не посмотрел. Ладно, сейчас мы прям в битве посмотрим на его удары, его характеристики. Вообще, еще нужно посмотреть кецекатли. В какие дни они летают, если там такое есть. Ух ты, блин. Ну, они все. Все, понятное дело, могут подменяться. 104-я скорость. Замена с уклонением. Шанс уклонения 100% на один ход. И есть контратака 100%. Ну, так, неплохо. Ну, давайте с кошки начнем. Она шустрая. Тут будет такая чехарда надавка. Чуть ли не каждый ход подменяется. Вот так. Он, типа, нас намедлил. Мы делаем что? Мы делаем ноги. Он 19-го левела. Подменяемся. Бьем и уклоняемся. Так, правильно я понял? А, ну, не, не бьем. Это наша... Так, иммунитет у него есть? Ага, иммунитета нет. Так, сейчас еще один параличный прилетает. Ну, он, конечно же, сработал. А что дальше нам прилетит? Ну, давай так. Он, типа, нас дымелит. Какая скорость у меня-то вообще была? Так, ну, контратака. Первая контратака. И атака. Сейчас опять параличный. Ну, запарализуют нас, конечно. Надо валить. Давай, наук толпаем. У него неувезримость. Он бронированный. Это, если кто-то забыл, фро-бронетанцы, тащи нам. Блин, три раза подряд нас уже запарализовал компьютер. Это, по-моему, уже... Боже. Ну, давай. Четыре раза подряд, да? Ну, конечно. Четыре раза подряд. Ну, почему бы и нет? Очень, конечно. С компьютером можно играть вообще, конечно. Само удовольствие. Так. Ну, на тебе вот так. На тебе вот так. Так, пробил. Ну, давай, на птер еще подменимся. Птеранодон сам по себе вам, ну, как бы, не впечатляет. Клюк. Нейтрализация и добиваем. Так, ну, наверное, птеросы еще надо разбавлять. Потому что, блин, мы так долго будем сражаться. Птерозавры, они хороши в защите, да, там. Но не очень хороши в атаке. Так, на второй бой пойдем. Мы, кем? Мы пойдем. Вот, взял вот этого парня. Ну, вот этого возьмем нашего. И вот этих давайте возьмем. Так, я все правильно выбрал? Ничего там не напутал? Начнем с кого? С самого быстрого. Ну, он один из самых быстрых здесь. Так, стики тоже быстрый парень. 128, а у нас... 129, да, не бойся. Ну, давай. 129, отлично. Ну, давайте валить будем. Вот как раз птицы... Птерокерцер. Попал таки. Бронебойная. О, это-то хорошо было. Бронебойная контур-атака. В обход брони, но не щитов. Так, а у нас что, до сих пор уклонение действует? Так, ну этот будет что делать? Этот будет замедлять. Ага, замедлять. Двойной урон. Так, у него этот двойной урон через один удар, я так понимаю. Мы уклонились на 50 минут в атаке. Это была контур-атака и атака. Ну, медленно, конечно, ничего тут не поделаешь. Так, а на сколько ходов? Блин, всего лишь на один ход. Сейчас что, двойной урон, да? Ну, мы только на контур-атаках можем. Ну, он слабенький, конечно. Удар у него слабенький. Я бы сейчас обнуляцию и подмену их доживу. Ну, он должен дожить. Блин, критонол. Эх, почти. Но тут уже все. Надо валить. Кровотечение давай. Оно же дает кровотечение, да? Правильно. Так, а ну когда исполним кровотечение? Сейчас или нет? Офиг. Офиг. Ну, все, вешайся. Ты, щеночка. Блин, зауроподы классные. Классно, зауроподы. Ну, так, уже победили, да? В такой комбинации кровотечением. А то подними птерами слишком долго. Да, сражался я на реальной арене, в кубковой, блин. Там сейчас такой беспредел творится с этими усилениями. Просто жесть. Скорость там за 140. Так. Вот так, да, пойдем? А потом уже на следующий ход поменяем уже команду нашу. Ну, начнем с него. У него нет подмены. Но есть. Скоро. Так, вот этого гада нужно. Иммунитет есть? Но иммунитета, походу, нет. Вот гад, замедленный смысл. Так, надо линять. Замена с уклонением. О, давай на тебя. Замена с кровотечением. Кря! Ну, и парализуй, не парализуй. Он сам себя убьет. Но больно бьет. О, не отработала эта фигня. Это радует. Так, брахи, брахи, брахи. Сейчас двойной урон будет прилетать. Ну, если выживем, то, по крайней мере, хоть вверх походим. Выжил. Валим. Это гибрид, тоже мастер Виноптера. У него кровотечение есть, да? Ага. Контратаку таки пришлось. Ну, подожди, подмена же моя сработает, да? Сейчас я подменюсь по правилам. Ага. 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 Болта. Не так получилось, как хотелось. Птеровекс. Теперь нужно его замедлить. Ну, вообще, на самом деле, можно его и не замедлять. Можно еще раз просто подмениться. Можно было его замедлить, потом подмениться. Но это уже лишнее. Два кровотечения. Его не избежать. 1800. Ага. Ага. Галли Мимчики и Барри Оникс Мод 2. Ну, то, что надо, но у меня уже их много. Так, идем, 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 идем. А, вот, 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 вот. Ну, вот, это то, вот. Я забрал только что всех существ инкубатора. Прошло два дня. Вот. Сколько я сам надонатил, да, столько и получилось. Ну, если кто-то там еще мог помочь. Ну, то есть, как бы, туда их отправлять особого смысла нет. Суперского какого-то. Только если договориться с ребятами в альянсе, что все зайдут и тебе задонатят, то тогда есть толк. А так, как бы, особо нет. Так, ладно. Давайте будем меняться. Ну, давайте возьмем драки. Драки возьмем. Вот тебя можно взять. Вот тебя можно взять. И тебя заменить на кого? О, на тебя, например. Еще два боя. О, так. Ну, тут нужно брать вот этого парня для подстраховки. Потому что у меня будут они такие слабоватые команды. Такое что-то взял. Что попало? Ну, пусть будет. Если что, Трики нас спасет. Так, ну начинаем с парня. Так, против нас блюха. Очищение, регенерация. Так, ну давайте сейчас, что мы сделаем, подменимся. Давайте подменимся. Она вот сейчас броню подхавит. А у нас есть очищение для этих хелей. Ну, блин, нейтрализация. Ай, блин, двойной урон. Плохо дело, плохо. Добиваем. Можно было раньше это сделать. Ну ладно. Я не опытный пользователь тракоцераторса. Блин, он меня заметил, я его заметил. Что в итоге получилось? Ничего хорошего не получилось. Аааа, паралич сработал. Блин, ну походу придется Трики вызывать. Он сейчас нас тут всех попробивает. Я не уклонюсь. Да он, хоть даже если уклонимся. Паралич сработал. Блин. Теряем, теряем. Команда не балансирована и по урону уступает. Что у него там по атаке 800? Я только одну контратаку делаю. Сейчас он меня запарализует. Иммунитета жене, да? Идется на Трики подменяться. Ааа, паралич не сработал. Контр-атака. И атака. Так, у нас есть шанс. Пережить. А зачем нам этот шанс? Мы вызываем дракоцераторов. Именно для этих тари он нам не нужен. А теперь надо взвалить. Но этого парня я не пробью никак. Он слишком жирный. Еще и быстрее, чем я. А у него двойной урон. Валим. Но тут его только Трики пробьет. Ну вот. Идем. Пусть будет так. аум-ном-ном двойной урон нам не страшен всего лишь ну да это атаковать трикозавра это конечно как знаете как бешеная собака гигантская штука ненадежная когда бьешь противника и получаешь сдачу больше чем сам нанес урона так сейчас посмотрим что у нас там по противникам и взять какую-то команду посильнее чтоб может без трикозавра обойтись ну так смысле минимально сильную кто там будет сейчас нутрисератас брахиозавр и драка драка рэкс или кто-то не из тиги там был нет блюха блюха эндораптор на крепкие ребята надо менять команду эти иначе никак так ну гц гоптерик составе мой сейчас чихнул так а ну вообще-то команду то подменил уже ладно блин у слабовата команда слабовато но у нас есть еще одна попытка если вдруг чего ну давайте так пойдем гц гоптерикс имеет нейтрализация ой какой гц гоптерикс где ракеты чё там у тебя давай начнем дела ранозавр я его сэрли эрли как нас жорстик в геймпинг существо похожее заберем получаем двойной урон надеюсь выживем не кританул значит заберем у него скорость так снятие отвечает скорость цели понижается на 50 процентов на один ход и к сожалению так ну и так одинарный а блин у него двойной я тебя завтыкал почему-то у него двойной урон уж стал доступен четверто промахнулся ютазиночка давай папа зиночка ютазиночка так оглушение есть не выживу блин этот же не добьет две тысячи немножко ему не хватит но давайте так ой я че-то перестарался че я сделал вернись обратно так че там он будет сейчас у него будет бронебойный а можно было подмениться правда ведь но тут уже лук чтобы не проигрывать ну я быстрее я думал что драко сразу подмениться через пару ударов и супер приезда автомобиль так 15000 о стеки чей насыпала апатичи насыпала баре оникса насыпала и карничей 27000 так барахича я сегодня наловил лимит и плюшки у нас акция сегодня на этих тоже на этих же самых ребят а заповедники исчезли на ну и ладно давайте зайдем тогда хоть в карточку нашего нового птер кецеля то я че-то как бы провтыкал этот момент прочитать про него нет не написано в какие дни он летает так ну куда с ударами мы уже ознакомились полтора урана нейтрализации полтора подмена шанс уклониться сто процентов но че то он нифига не сто процентов мы ж получали урон че за бред крупный птерокецель не столь быстро на коротких дистанциях однако на долгих показывает несравненную скорость парения это позволяет ему как и современным альбатросам поисках еды и место обитания даже пересекать океаны да мы знатки но он должен быть здоровенным короче кеттикатор один из самых больших ежи отдельный фильм по пи-пи-тишный про него да ну и птера на дон тоже не мелкий так что он должен быть большим а на этом ребятки все всем спасибо за просмотр ставим лайки и до скорых встреч до скорых встреч